Привет! Сыграем в игру. Я называю факт, а ты должен ответить, правда это или ложь. Если отвечаешь верно, то загибай палец, если нет, то не загибай. В конце игры посчитай количество загубтых пальцев и получишь свое звание. Лучше соревноваться с друзьями, так что зови всех к монитору или кидай им это видео. Поехали! Огонь проводит электричество, правда или ложь? Это правда. Огонь является низкотемпературной плазмой, а в плазме, как известно, содержатся ионы, которые начинают двигаться, если на плазму воздействовать напряжением. А это, в свою очередь, создает ток. Наиболее отдаленный город от остальной цивилизации находится в Африке. Правда или ложь? Это ложь. Самый отдаленный от цивилизации город, если считать только по суше, находится в Австралии. Это город Перд. Ближайший от него город находится на расстоянии 2400 километров. Доктора на своей работе очень редко носят галстуки, потому что им неудобно носить стетоскоп. Это ложь. Доктора очень редко носят галстуки, потому что галстук является сильным накопителем бактерий, так как галстуки очень редко стирают. Алексей Пожитнов, создатель игры Тетрис, в первый же год запуска своего детища заработал миллион долларов. Это ложь. Хоть игра и была изобретена в 1986 году и с большим успехом разошлась по миру, ее создатель не получал за нее никаких отчислений и ройтис аж целых 10 лет. За него это делало советское правительство. Музыка Бетховена, включая пятую симфонию, которая, та-да-да-дам, играется неправильно. Ну-ка, подумай. Это правда. Бетховен задумывал свои знаменитые произведения таким образом, что они должны играться намного быстрее, чем их играют современные оркестры. Настолько быстро, что по факту многие профессиональные оркестры не могут удачно так сыграть. Ананас может тебя есть. Правда или ложь? Это правда. И это не какой-то фильм ужасов типа атаки ананасов-убийц. Дело в том, что в ананасе содержится фермент, который расщепляет белок у тебя во рту. Поэтому пока ты ешь ананас, он ест тебя. Нектарин и персик это один и тот же вид. Это правда. Единственное, что разного у нектарина и персика, это один ген, который делает поверхность либо гладкой, как у нектарина, либо волосистой, как у персика. Упаковки из-под чипсов так громко шуршат для того, чтобы убедить тебя, что чипсы вкусные. Это правда. Исследования в этой области показали, что если упаковка громко шуршит, когда ты достаешь чипсы из нее, то тебе подсознательно кажется, что чипсы вкуснее, свежее и более хрустящие. Существует болезнь, из-за которой все твое тело может стать костью. Это правда. Называется такая болезнь фидродисплазия. Это очень редкое и тяжелое по своему течению генетическое заболевание, при котором мышцы, сухожилия и связки постепенно превращаются в кости. И собаки, и коты могут быть вегетарианцами. Это ложь. Вегетарианцами могут быть только собаки, а вот кот вегетарианцам быть не может по психологическим причинам, которые ведут к слепоте и смерти. Пиши в комментарии свое звание, а также предлагайся играть в эту игру своим друзьям и посмотри кто кого. А также предлагаю тебе поиграть в предыдущие выпуски «Правды или ложь». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok